Друзья, всем здравствуйте! Это канал в гостях у Анушки. Сегодня я готовлю скумбрию на праздничный стол. Скумбрия готовится всего лишь 15 минут в духовке и получается очень сочной и вкусной. Для этого блюда мне понадобится 2 свежемороженых скумбрии. Скумбрию я почистила и убрала все косточки. Как убирать косточки у скумбрии, я уже снимала об этом ролик. Вот вверху подсказка, заходите, кому интересно, там я все подробно показываю и рассказываю. Для маринада скумбрии я беру 4 зубчика чеснока, пропускаю чеснок через пресс. Также беру полную чайную ложку сладкой паприки, у меня копченая паприка. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла и неполную чайную ложку соли. Все хорошо перемешиваю. Соль, конечно же, добавляйте по своему вкусу, можно каждую рыбку отдельно просто присолить сверху и не добавлять соль в общий маринад. Теперь я каждую рыбку намазываю подготовленным маринадом. Лучше всего для этого использовать кисточку. Распределяйте маринад так, чтобы вам хватило обмазать все 4 кусочка рыбы. Подготовленную рыбу я сверху накрываю пленкой и убираю в холодильник на 5-6 часов. Такую рыбу можно мариновать и больше, поэтому я ее заготавливаю днем ранее, чтобы не нагружать себя в праздничный день. Теперь предлагаю вам приготовить очень вкусный соус, который подойдет как для рыбы, так и для мяса. Для соуса я беру одну пачку руколы, здесь чуть больше 100 грамм. Обязательно ее хорошо промываю. Для начала залью ее просто холодной водой и оставлю на минут 10, чтобы отошла вся грязь. После этого руколу хорошо промываю несколько раз, меняю воду. Меняю воду до тех пор, пока не убеждаюсь в том, что вода абсолютно чистая. Перекладываю руколу на сухое полотенце, чтобы вода немного стекла и можно готовить соус. Я соус буду готовить в чаше блендера, также можно использовать обычный погружной блендер. Руколу я измельчаю буквально пару минут и добавляю сыр, орехи и чеснок. У меня здесь небольшой зубчик чеснока, примерно 2 грецких ореха и 30 грамм твердого сыра. Также в этот соус я добавлю немного растительного масла. Сейчас хорошо все измельчаю и после смотрю уже на густоту соуса. При необходимости добавляю немного масла, чтобы получить более жидкий соус. Также в конце соус я солю по вкусу и добавляю примерно 2 чайные ложки лимонного сока. Еще раз хорошо все измельчаю и получаю вот такой вот вкусный и красивый соус. Друзья, если вам не нравится вкус руколы, тогда вы можете заменить ее на базилик, укроп, петрушку, на любую вашу любимую зелень. В любом случае соус получится очень-очень вкусным. Когда пришло время, я духовку включаю на 220 градусов, рыбу перекладываю на пергамент. Пергамент обязательно должен быть хорошего качества или используйте лучше фольгу. Убираю рыбу в духовку ровно на 15 минут. Вот такая вот получается красивая и очень аппетитная рыба. Так приготовленная скумбрия вкусная в любом виде, мы любим ее и теплую и холодную. Я советую вам такую рыбу подавать на листьях салата, она очень красиво смотрится на праздничном столе. И чтобы такую рыбку сделать более яркой и эффектной, можно сразу украсить соусом или подать его отдельно. Я очень надеюсь, что вам понравится такой рецепт, такая подача. Готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем хорошего настроения, прекрасных праздников, не болейте! Всем пока!